И это картинка, которая показывает эволюцию во времени. Сначала был большой взрыв, потом было ускорение вселенной инфляции, потом возникли квантовые фруктуации, которые замерзли, потом эти квантовые фруктуации, которые замерзли, они привели к возникновению структуры небольшой вселенной. В это время вселенная была очень горячей. Она была такой горячей, что сигналы до нас просто не доходили. Так же, как Солнце, для нас здесь не прозрачно, она очень горячая, поэтому мы вглубь Солнца можем видеть только на несколько сотен километров. А потом вдруг вселенная стала прозрачной для обычного излучения, потому что электроны объединились с протонами в атомы, и дальше, когда вселенная стала более менее нейтральной, свет стал проходить на нас. И вот мы видим то излучение, которое прошло от этого момента. И вот эти спутники посмотрели и померяли температуру от разных точек во Вселенной с точностью до 10-5. Значит, вот представьте себе, что в лаборатории было трудно получить там температуру 1 градус Кельвина. Значит, люди померили температуру Вселенной 2,7 градуса Кельвина, плюс еще там много знаков после этого, и потом они померили не точности в этой температуре с точностью до 10-5. Но научная фантастика. То есть, значит, я никогда не верил вообще, что это возможно. Но потом стал доверять друзьям экспериментаторам, потому что мы-то знаем, что мы теоретики. Значит, вот эти экспериментаторы оказываются. Вот. То есть, вот они померили какие маленькие пятнышки на небе. То есть, эти маленькие пятнышки, они здесь раскрашены. Значит, мы знаем, что там, где энергия больше, это синее смещение, там, где энергия меньше, это красное смещение. Но здесь все наоборот. Люди, которые эту карту раскрашивают, они понимали, что психология людей работает не так. Все равно это невидимый свет, это радиоизлучение. Поэтому он не красный, не белый никакой. Значит, поэтому они его раскрасили искусственно. И вот то, что это красное, это чтобы понять, что там жалючо. Значит, а там, где синее, чтобы понять, что холодно. Поэтому они раскрасили прямо наоборот. Но не важно. Важно тоже вот эти пятнышки на небе. И эти пятнышки, они с точностью до 10 минус пятый. И если поглядеть повнимательнее на кусочек этого неба, то вот какая картинка здесь получается. Вот такие вот пятнышки. И что это такое? А вот что это. Значит, возникли эти квантовые ситуации скалярного поля. Растащились на все небо. Замерзли там. Изменили там немножечко геометрию вселенной плотность вещества. Изменили за счет этого температуру элитного излучения, которое к нам приходит. И поэтому эта температура, вот эти неоднородности, являются фотографией тех квантовых флуктуаций, которые возникли на последней стадии инфляции. Возникли изомерзли. То есть мы сейчас видим все небо. И это все небо является как фотографическая пластинка, на которой изображены квантовые флуктуации, возникшие на конечной стадии инфляции, примерно на 10-30 секунды. Мы видим фотографию того, что произошло на 10-30 секунды после большого взрыва. Ну вот чудеса. Мало того, что мы видим эту фотографию, изучили ее спектральные свойства. То есть эти пятнышки на больших углах Foodsет километра. Компания Queen. Ваши вытоят некоторый составляет від marked Marco Приatoп, Ваше Merho 619 на вечер – штат six кли umbre. Приотк – приотклерв envol кошек. Компания Пёхга. будешь помнить tumor pieces. Продолжение следует...